Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы представляем вам новинку китайского ножостроения ножи Maker. Данная модель выступает, как обычно, в двух исполнениях. Это титаны порошковой стали, отличие лишь в цвете и немножко в текстуре. Более темный вариант с матовой поверхностью титана и более светлый сатинированный. Как вы уже, наверное, успели заметить, эти ножи имеют весьма оригинальный дизайн, необычный, футуристичный. Да, данная компания позиционирует себя как новинку в ножевой индустрии и не стремятся сделать что-то похожее, что было раньше, а больше склонны к тому, чтобы выползить какие-то новые модели с необычным дизайном и которые заинтересовали бы покупателей. Рассмотрим же теперь конструктивную составляющую этих ножей. Рукоятка у данного ножа выполнена из титана, клинок из порошковой стали S35VN, с которой мы уже не раз сталкивались и демонстрировали, насколько она хороша в EDC-шных задачах, то есть для использования ножа в городе на каждый день, на вылазках на природу и так далее. Также на этом ноже стоят двухсторонние подшипники с одной и с другой стороны, что позволяет делать выброс клинка достаточно плавным и исключает какие-либо люфты, что вертикальные, что горизонтальные. Тип этой модели – это нож-флиппер. Почему флиппер? Потому что у нас есть плавничок, сдергиваясь за который, мы нож открываем и флипуем. Замок – фрейм-лок, выпиленный насквозь из накладки, титановый же, но это не просто фрейм, а также еще и с сухарем. То есть стальная вставка из того же материала, что и клинок, предотвращающая выработку замка, то есть его стаптывание, складывание. Замок встает автоматически. Геометрия клинка весьма необычного дизайна. Много сквозных отверстий в рукояти, странная форма, но, как ни странно, все это очень-очень эргономично и очень приятно лежит в руке. Глубокая, хоть и квадратная вырезка, наша подпальцевая выемка, защищает руку в совокупности с флиппером, с клубником. При каких-либо колющих ударов, нагрузках на нож, рука защищена от соскальзывания на режущую кромку. Сквозные отверстия в рукояти имеют не только визуальную составляющую, не только это дизайнерское решение, но и еще конкретно облегчают наш нож. Вес этой модели около 130 грамм, что для городского ножа более чем достаточно. Конструктивно нож также постарались по максимуму упростить. Две накладки с вырезанными отверстиями крепятся на четыре винта. Точнее, крепятся-то они на три, четвертый больше как вспомогательный. Это два фиксирующих, наш титановый спейсер. Зафиксирован с двух сторон. Осевой винт. И четвертый, это даже не совсем крепеж, это больше упор для клинка в открытом состоянии. Клинок пятой клинка верхней части упирается в эту гонку, что предотвращает люфт вертикальный, сверху вниз. Также есть такие элементы, как насечки. Они очень сильно способствуют надежному удержанию ножа. Насечки ближе к клинку, у пятой клинка, на тыльнике рукояти, что сверху, что снизу. Я уж, конечно, молчу про насечки на фрейме, которые очень сильно помогают складывать нож. Намного проще. Также на ноже, как и на практически всех складниках, присутствуют клипсы. Клипсы весьма интересного дизайна, выполнена необычно, фиксируется одним винтом, но она не шатается вправо-влево, не гуляет, за счет того, что выполнена интересной формой, то есть полукругом срезанным. И за счет этой формы такая же имеется выборка и в самой накладке. И за счет как раз этой формы она и не гуляет никуда. Ближе к концу накладки, в этом месте, присутствует такой выборка, как будто шарик, запакованный в титане в клипсе. И благодаря ему как раз наш нож очень легко цепляется. Клипса зацепляется за карман. То есть не нужно выискивать момент, пальцем отгибать клипсу. Просто засунули в карман, задвинули вниз. Клинок выполнен из порошковой стали S35VN. Одна из самых популярных, наверное, стали на сегодняшний день. Не сказал бы, что она дорогая. Один из самых бюджетных порошков. Но рез у нее великолепный. В данном исполнении сведение очень тонкое, благодаря высоким спускам. Спуски высокие, сведение тонкое, значит наш нож является резаком. Да, именно резак больше для каких-то деликатных, аккуратных работ. Но, несмотря на все эти факты, при толщине клинка 3-3,5 мм им можно выполнить и какие-то задачи, не подразумевающие аккуратного использования. Построгать деревяшку достаточно сухую, даже порубить ее вполне можно. Не думайте то, что это какой-то супер-упер хрупкий порошок, и поэтому его нужно только носить в кармашке. По итогам мы имеем весьма неплохой городской нож с потенциалом выхода в лес, на природу, на шашлычки. Но не стоит забывать то, что какой бы хороший этот нож не был, не нужно его использовать в местах, не предназначенных для использования ножа. Не нужно им пытаться отогнуть люки, не нужно пытаться выкорчевывать пни. Кончик достаточно деликатный, но для каких-то работ, предназначенных именно для ножа, это будет один из очень-очень хороших вариантов. Сейчас проведем небольшой тест по резу и немного по рукоблудию. Мы порубим эту палку ножичком. Поехали! Ну что ж, весьма-весьма неплохо. Ногти зазубрены, не чувствуются. Теперь же просто построгаем ее, чтобы понять, насколько действительно удобна эта эргономика рукояти и как он действительно ли будет хорошо резать. Нож угрызается достаточно хорошо, но это и понятно, при такой стали грех не вгрызаться. Единственное, наверное, из-за его геометрии, из-за очень высоких спусков, он очень хорошо состругивает длинные стружечки, то есть продольный вот этот вот съем делает очень хорошо, но внутрь взбиваемость такой не отличается сильной. Как я и говорил, все-таки нож рассчитанный на рез. Да, и вот такой момент заметил я сейчас. Из-за того, что режущая кромка начинается в достаточно большом удалении от места удержания ножа, то есть наш палец, вдали от режущей кромки, 5 мм в 2, если не больше, иногда все-таки соскакивает и получается так, что начинаешь строгать вот этим местом, самим чойлом, вырезом, вот этим вот. Наверное, просто стоит привыкнуть, то, что режущая кромка начинается чуть подальше. Ну, вот, как видите, вырывает хорошие такие трусы. Вот вам и мейкер. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх и, конечно же, мы ждем вас на нашем сайте ножиков.ру. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok